Доктор виноват, но он не виноват. Такое решение принял суд в деле по обвинению главного врача Сеченовской больницы в коррупции. Согласно материалам дела, главврач устраивал на работу мертвые души, а сам получал за них зарплату. Сам обвиняемый этого не отрицает, но говорит, что хотел как лучше. Подлог идет в том, что я нанимал докторов из соседних больниц, а работал за них сам в ряде случаев. А в одном случае с инфекционистом работал мой зам. Я знал, что это незаконно, о последствиях реально мало представлял, но, как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. Здесь действительно не хватает врачей, здесь не хватает специалистов. И я думаю, многие со мной согласятся, что этот человек помогал. На 45 имеющихся штатных вставок врачебных у нас работает 25 физических лиц. А в нашем случае еще и сложная эпидемическая ситуация. Люди уходят на больничный. Получалось, что целые направления остались неприкрытыми. Таким образом, мы оказывали доступную, качественную медицинскую помощь. Хотя и с нарушения, я признаю, да, были оформлены другие люди. Он не в целях каких-то там заработка денежного или еще что-то там. Он просто делал свое врачебное дело. Эта зарплата выплачивалась, да, она выплачивалась с нарушениями по подложенным документам, но она была заработана, эта зарплата. Слух постановил. Освободить Малюкова Антона Евгеньевича от уголовной ответственности за совершение преступлений. Назначен меру уголовного правового характера в виде судебного штрафа в размере 39 тысяч рублей. Ну, в целом, результатом я доволен, хотя обвинение смехотворное. На сути звучало несколько раз корыстное побуждение, иная личная заинтересованность. Ну, как известно, деньги заработанные в районе 60 тысяч я вернул. Ну, я отлично знаю, кто написал заявление в Следственный комитет. Я думаю, что данный конкретный врач фамилию называть не будем, обиделся. И со словами, ну, значит, война. Вот. Решил так поступить. Ну, вообще, это резонанс, даже плевок, не то, что в пределах Сеческого района, это плевок всему медицинскому сообществу всей России. Человек обвиняется, это белый халат района, обвиняется в коррупционных преступлениях, это коррупция, государство борется с коррупцией. Много раз звучало, что я получал деньги в кассе за иных лиц, которых нанимал. Но то, что я работал, действительно работал, это не прозвучало. За все время пандемии от ковида на нашей территории скончался лишь один пациент. От остальных мы оказывали достойную помощь. Я больше не работаю в Сеченской ЦРБ, потому что я хочу работать, а не заниматься ответами на запросы суда, прокуратуры, следственного комитета. Я признал полностью, что мне обжаловать, если я признал. Судебный штраф, это, конечно, чувствительно, но я думаю, это лучший выход из положения. Продолжение следует...